Спортивная набережная, возможно, самое популярное место у горожан в летний период. И поэтому наводить здесь порядок и охранять прогулочные зоны от незаконных застроек нужно каждый год. К этой работе уже приступили сотрудники муниципального учреждения содержания городских территорий. Ежедневно специалистам приходится следить за 30 тысячами квадратных метров пешеходных зон, а также за множеством газонов, детских площадок и лестниц. Последние годы предыдущий арендатор со своими обязанностями не справлялся. Поэтому в этот раз глава города Виталий Веркиенко решил лично проследить, как проходят работы. Качество работы уже нужно будет проверить. Контролируем, в том числе обратно вкладка брусчатки, потому что там были вопросы, мы уже их обозначили. Центральное место города, поэтому здесь должно быть исключительно всё сделано. Центральное внимание главы и администрации приковано к незаконной застройке территории. После этакой зачистки, которая началась ещё с середины мая, нелегальных торговых точек здесь не осталось. И вновь уже не появится, заявил глава. Пришла делегация проверяющих, проверила, после этого все похихикали, за животик и подержались, поставили свои зонтики и начали пирожками торговать. Я не против, чтобы там были точки питания, но они должны быть организованы на законных основаниях с уплатой налогов и соблюдением правил благоустройства. Отстоять своё право на торговлю прямо на набережной пришли несколько человек, которые лично обратились к Виталию Веркиенко. Они заявили, что соблюдали все нормы продаж и ежегодно уплачивали налоги. Глава города записал их данные и отметил, что разберётся в этой ситуации. Тем более, что полностью от торговых точек администрация отказываться не собирается. Спортивная набережная будет красивой, чистой и благоустроенной. Мы выделим 16 точек НТО, которые на конкурсной основе предоставим. И ещё отдельно несколько НТО. Мы включим, то есть вот выше фонтана, то есть была идея создать город-мастеров. Вот там мы её и создадим. В конце обхода глава поставил точные сроки завершения работ. Строительные работы водоканала должны будут закончиться к 10 июня. Основное благоустройство набережной завершится к 30 числу. Такая чистка территории теперь позволит специалистам администрации города совместно с Московским конструкторским бюро «Стрелка» разработать новую концепцию центральной набережной, по которой комфортное времяпрепровождение горожан будет стоять превыше всего. Максим Яковлев, Новости на восьмом.